Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и сегодня в видео довольно любопытный эксперимент. Я возьму довольно мощную производительную видеокарту, это 1070 Ti и термопасту КПТ-8. Соединим все это вместе и посмотрим на температуры просто ради любопытства. В свое время я записывал видео, как же себя КПТ-8 ведет на процессорных кулерах и собственно говоря, как же происходит охлаждение процессора. Здесь будет подсказка, все сможете посмотреть. Ну а теперь посмотрим, как же КПТ-8 показывает себя на видеокартах. Конечно я ни в коем случае не рекомендую использовать КПТ-8, но посмотрим на результаты. Не так давно на эту видеокарту у меня был обзор на канале, это именно 3D GTX 1070 Ti iChill X3. Ссылочка будет в описании к этому ролику и также в прикрепленном комментарии. Как говорится, чем больше у меня просмотров, тем больше новых интересных железячных обзоров. Поэтому если интересно, то переходите по ссылке и смотрите полноценный большой обзор. Ну а теперь непосредственно перейдем к теме. Субтитры сделал DimaTorzok Для начала я протестировал видеокарту в бублике фурмарка. Первый тест с термопастой Zalman ZM-STG2. Температура в помещении около 24 градусов Цельсия. Тест длился чуть более 18 минут и за это время видеокарта прогрелась до 75 градусов по Цельсию. Теперь все то же самое, но с нанесением термопасты КПТ-8. За это же самое время графический чип видеокарты GTX 1070 Ti прогрелся до 80 градусов. То есть на 5 градусов больше, чем с термопастой Zalman ZM-STG2. Очевидно, что большую роль играет термопаста, ее свойства. А что же происходит в играх и самое главное с частотами графического чипа? Для этого теста я буду использовать игру Far Cry 4, ультра настройки графики и разрешение 1080p. Все показания снимались при помощи программы MSI AutoBurner версии 4.5.0. В первом случае карта прогрелась до температуры всего лишь 71-72 градуса, а графический чип работал на стабильной частоте в 1823 МГц. Это очень и очень хороший уровень буста для GTX 1070 Ti. Эффективный отвод тепла позволяет не только поддерживать высокие частоты GPU, но и позитивно отражается на скорости вращения вентиляторов системы охлаждения видеокарты. А что же с КПТ-8? Здесь мы наблюдаем уже температуру в 79 градусов Цельсия для графического чипа. Более того, за счет худшего отвода тепла немного упала и рабочая частота чипа до 1797 МГц. Частота вращения вентиляторов системы охлаждения также оказалась несколько выше. Таким образом, я думаю, что выводы здесь очевидны. Роль термопасты довольно высока. Особенно если мы говорим про графические чипы, где нет теплораспределительной крышки, как правило, если мы говорим про современные графические чипы, и у нас просто голый кристалл, голый кремний, на который и наносится термопаста. Пишите в комментариях, что вы думаете об эффективности термопаст, и в частности об эффективности термопаст при нанесении на графические чипы. Мне будет интересно узнать конкретный ваш опыт. Пишите, в общем, обо всем этом в комментариях, как я и сказал. Что же, если видео вам было полезно и интересно, поставьте большие пальцы вверх, подпишитесь на канал, если все еще не подписаны, поделитесь роликом с друзьями в социальных сетях, вступайте в группу ВКонтакте, группа в Фейсбуке, в общем, все полезные ссылки в описании к этому ролику вы найдете. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok